Возвращение горных духов предсказывали давно. Говорили, что они очистят пустыню, и что слабые станут добычей хищников. Но такого нам не предсказывали. Мы не подозревали, что станем их добычей. Прей. Прей – это больше, чем просто еще одна игра жанра 3D-экшен. Конечно, в игре много стрельбы и экшена, но много и различных головоломок, и абсолютно новых элементов, которые вас приятно удивят. В игре появилось множество оригинальных нововведений, каждая из которых само по себе ценна для игры. Но все вместе они создают незабываемый геймплей. К примеру, принципиально новая система порталов, позволяющая на лету создавать дыры в ткани пространства и времени. Стоя у кромки такого портала, игрок увидит абсолютно иную часть судна. Переступив границу, он окажется в новом месте без каких-либо задержек или надписей «Лодинг». Еще одно необычное новшество – отсутствие лестниц. Вместо этого инопланетяне и наш герой перемещаются по стенам и потолку, и все эти нововведения сохраняются в мультиплеере. На кораблях обитают странные энергетические существа, которые могут захватывать тела людей. К примеру, вы ведете диалог с кем-либо из встреченных вами NPC, пытаясь узнать нужную вам информацию. И внезапно подобное существо вселяется в тело вашего собеседника и нападает на вас. Вам нужно быть очень осторожным. Дэдволк – еще одно новшество, на которое мы потратили много усилий и которым очень гордимся. Когда вас убивают, вы не умираете, а переходите в астральное тело. Вам словно дают еще один шанс перед смертью. Вы можете видеть себя возносящегося на небеса, и ваша задача – расправиться с энергетическими противниками, которые сосут из вас энергию. После этого вы вновь воскресаете. Чтобы полностью восстановить здоровье, вам также нужно прикончить несколько этих существ. Мы не стали создавать абсолютно новое оружие, так как игроки не знали бы, как его применять. Поэтому мы ввели в игру аналоги уже существующего в нашем мире оружия – автоматы, гранатометы и пулеметы. Разумеется, в игре есть некоторые моды, и вы поймете, какие именно, когда начнете играть сами. Одним из замечательных новшеств этой игры явилось управление гравитацией. Вектор гравитации можно изменять согласно вашему желанию. Представьте, как вы идёте по коридору, нажимаете на кнопку, и все предметы, противники и вы сами внезапно заваливаются на бок, который теперь становится полом. Или же полом может стать потолок, если, идя по коридору, вы вдруг подняли голову и увидели наверху что-то интересное, чем бы вы хотели воспользоваться. Одна из новых сверхъестественных способностей – спирит-уокинг – астральная проекция, позволяющая вам невидимым проходить сквозь материальные объекты, разведывать местность, решать различные головоломки, подкрадываться к врагам и уничтожать их из призрачного лука. Правда, действовать надо осторожно. Противники могут наткнуться на ваше бесчувственное, беззащитное тело и попытаться его уничтожить. А теперь иди. Тебе многое предстоит сделать. Мы еще поговорим с тобой вскоре. Только не позволяем сделать тебя своей добычей.